Когда они ехали на Черную речку, был такой радостный день. Современники катались на санях, радовались жизни. А смерть уже подстерегала поэта. Он не погиб от пули на месте дуэли, а провёл ещё несколько дней в ужасающих муках, пока солнце русской поэзии не закатилось. Мы чтить тебя привыкли с детских лет, И дорог нам твой образ благородный. Ты рано смолк, но в памяти народной ты не умрёшь, возлюбленный поэт. Что имеем не храним, и современники в унисон ударились сожалеть об утрате. Но поэт не ушёл в пустоту. Его стихи – это его вечность. И эта вечность в той или иной степени близка каждому, кто знаком с творчеством Пушкина. Хотя сегодня и не мороз, и солнца не очень-то много, но день чудесный, потому что мы собрались сегодня здесь, несмотря на то, что происходит в мире, не взирая на все наши беды и горечи, но мы собрались, чтобы побыть с Пушкиным. Богатейшее литературное наследие, уникальный роман в стихах, собственно, стихи и проза. Множество различных жанров и форм. Слова Аполлона Григорьева «Пушкин – наше всё» до сих пор актуальны, но это не просто слова. Многие города ищут свою связь с судьбой поэта. У Симбирска она весьма осязаемая. Здесь жили друзья Пушкина, сюда приезжал он искать творческие идеи для своих произведений, посвященных Пугачевскому бунту. Связь нерушима. Уже несколько лет Ульяновский музей «Дом языковых» тесно сотрудничает с, пожалуй, самым Пушкинским заповедником в Михайловском. Один из результатов взаимодействия – выставка «Каким увидел этот мир». Если вернуться на несколько лет назад, в 2018 году, когда открывалось представительство Пушкинского заповедника, у нас в музее уже работала виртуальная выставка фотографий Георгия Николаевича Василевича, директора Пушкинского заповедника. И сегодня на этой выставке мы презентуем уже 46 художественных фотографий этого весьма известного в музейном мире человека. На снимках не только чисто пушкинские места, но также заграничные пейзажи и архитектура. Виды Стокгольма и итальянских небольших городков с большой историей. Эта выставка пробудет в «Доме языковых» до 30 июня, а сам музей готовится выйти на новый этап своего существования. Объединение двух музеев. Объединение именно в экспозиционном, в выставочном плане. Это литературный музей «Дом языковых» и загородный филиал Ульяновского областного краеведческого музея – музей-усадьба «Языковых». А связующим звеном станет как раз пушкинская тематика. Историю пребывания поэта в Симбирской губернии два музея продолжат изучать, взаимно дополнять и представлять нынешним почитателям творчества Александра Сергеевича. Субтитры создавал DimaTorzok